привет всем я рада видеть вас на своем канале и в этом видео мы будем с вами тестировать набор для вязания клатча за 199 рублей из фикс прайса набор состоит из инструкции мотка плюшевой пряжи 180 метров на 100 грамм это стопроцентный полиэстер здесь внутри еще цепочка и две иголки в одну иголку я уже вставила нить вот магнитная застежка еще и правда почему-то застежка бронзового цвета а цепочка золотого и все это чудо вместе стоило 199 рублей ну и давайте с вами посмотрим вообще выгодно это не выгодно и получится или хоть какой-то клатч у меня из этого набора самая главная деталь это конечно вот такая пластиковая канва по которой мы будем просто вышивать не знаю почему авторы этого набора написали что это набор для вязания лучше бы написали просто набор для создания потому что здесь будет вышивка по пластиковой канве и никакого вязания здесь конечно же нет немного о самой пластиковый канвей я ее уже немножко рассмотрела здесь есть косяки вот я думаю здесь хорошо видно некоторые дырки очень плохо пробиты но я надеюсь что это не будет заметно когда я уже вышью все эти ячейки и что моя пряжа скроет все эти недостатки также самый большой косяк в этом наборе как я уже сказал я его уже предварительно открыла предварительно посмотрела это вот эта инструкция которая здесь не подходит к по которой вы может быть и сделаете какую-то сумочку но явно не то что нарисовано вот здесь на обложке сейчас расскажу почему техника которая выполняется эта сумка называется вышивка по пластиковой канве если вы будете следовать схеме то у вас будут оставаться точно так же как и вот на этой схеме пластиковые ряды между вашими квадратами здесь просто сама по себе схема неправильная так по пластиковой канве никто не вышивает на самом деле я буду первый раз вышивать по пластиковой канве я просто немножко почитала поготовилась посмотрела разные видеоролики и вот такую дорожку оставлять не надо в таком случае у вас будут дорожки из пластика на вашей сумочке которые будет очень хорошо видно а наша цель конечно сделать абсолютно плюшевую сумку цветов пряжи которые там была точнее наборов с пряжей которые есть в фикс прайс это красный синий зеленый и такой пыльно-фиолетовый но я выбрал красный красный был там один и в нем была не самая хорошая вот эта вот сетка где куча каких-то непробитых дырок которые видимо мне придется пробивать самой но зато он красный и так как предлагают авторы этого набора отступить 4 клеточки и начать вышивку в шестую клеточку это единственная полезная вещь которая есть в этой инструкции но опять же начинать я буду не с обрезанного края не с прямого обрезанного края а с края клапана потому что мне хочется чтобы мои цельные квадраты пришлись на край клапана а что придется здесь на прямой край не так важно потому что этот край будет закрываться клапаном вот так число дырочек в этом клапане 39 соответственно если мы отступим по 4 петли с краю с каждого края у нас останется 31 и это верное количество мы будем делать квадраты на 5 петель то есть 31 петля это 6 квадратов на 5 петель и 1 петля симметрии в этом плане это эта сумочка как бы продумана ну также можно ее вязать любыми квадратами на которые точнее можно вышивать эту сумочку любыми квадратами на которые делится число 30 то есть это 3 5 6 10 вот я выбрала 5 я буду делать свои квадраты на 5 дырочек нить берите не слишком длинную потому что чем длиннее вы возьмете нить тем больше она будет изнашиваться в момент протягивания ее через эти отверстия а так как пряжа довольно таки пляшивая это плюшевая пряжа это очень типично для плюшевой пряжи вот эта пляшивость то она просто у вас будут лохматиться и оставлять вот эти красные крошки повсюду красный пух и еще одно не надо протаскивать нить очень далеко на иголки потому что в том месте где иголка соприкасается с нитью рано или поздно тоже образуется пляш в пряже и вам придется просто обрезать эту нить до этого момента и так самое полезное что есть в этой схеме это то что нужно отступить 4 петли от края и то что мы будем вязать квадратами 6 на 6 но не так как сказано здесь потому что я не знаю кто составлял эту схему либо кто рисовал к ней эти картинки они просто не подходят к самому принципу этому вязание вышивание по пластиковый конвен отсчитываю 4 петли 1 2 3 4 и вставляю шестую петлю соответственно еще 2 отсчитываю и делаю стежок по диагонали хвостик при этом придерживаю его я буду пришивать к изнанке сумки стежок по диагонали в следующую петлю возвращаю иголку в первый ряд в свободное отверстие и делаю снова стежок по диагонали но на этот раз не на одну клеточку а на две клеточки опять возвращаю в отверстие первого ряда которое свободно и делаю снова диагональный стежок в тот же ряд что и два предыдущих возвращаю и делаю стежок по диагонали снова возвращаю и снова делаю стежок по диагонали половина квадрата у меня готова и теперь мы будем прошивать по периметру этот квадрат то есть теперь я вставляю иколку не в первый ряд а во второй с изнанки я тоже делаю длинные стежки это нужно для того чтобы во-первых спрятать вот этот кончик ну и также я хочу чтобы моя изнанка тоже была плюшевая чтобы мне не пришлось делать подкладку фактически мой квадрат получается 6 на 6 на самом деле квадраты будут 5 на 5 просто у них будет одна стенка общая поэтому они фактически 6 на 6 тут занимают они 5 петель и одну петлю симметрии со второго края дошиваю первый квадрат и перехожу ко второму вставляю иголку в свободное отверстие и смотрите здесь в инструкции как раз этот момент в инструкции описан неправильно то есть здесь вот она пластиковая дорожка которая остается то есть они вставляют иголку в этом моменте не в следующее отверстие а через одно и поэтому у них остается пластиковая дорожка а прошиваю иголку в ту петлю в которую уже выходит нитка предыдущего квадрата то есть один ряд у этих квадратов у меня получается общий поэтому то не получается что квадраты 6 на 6 но занимает 5 петель плюс 1 петля симметрии и теперь делаю квадраты в обратную сторону 2 петлю главная диагональ квадрата и дальше пойдем обшивать те стеночки которые еще не обшиты 2 противоположности то есть теперь вставляю иголку вот сюда и возвращаю ее в свободную петлю первого ряда вот сюда вот сюда и вот сюда последний стежок так 2 квадрата у меня готово перехожу к третьему квадрату снова пропускаю одну петлю и вставляю в крючок иголку во вторую петлю и делаю точно такой же квадрат как первый видите за счет того что у меня одна стенка у этих квадратов общая у меня совершенно не проглядывает пластик через вышивку а за счет того что я делаю протяжку нити еще и наизнанке потому что наизнанке я могла сделать короткий стежок я могла вставить вот так иголку тогда бы у меня наизнанке был бы короткий стежок и сшить вот так тык 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 а я делаю на изнанке тоже длинный стежок и за счет этого изнанка моя тоже получается бархатистой и сквозь нее тоже не проглядывает пластиковая канва техника это довольно быстрая если к ней еще сделать толковую инструкцию так третий квадрат у меня тоже почти готов ну и так я дошиваю квадратами всю поверхность сначала один ряд потом второй потом третий довышивала я первый ряд и можно увидеть что с этой стороны у меня 4 петли и с этой стороны тоже 4 петли то есть мой внутренний перфекционист может спать спокойно симметрия у этой сумочки получилась дальше не нужно перейти ко второму ряду я просто протяну нитку через изнанку и начну вышивать второй ряд но и так ряд за рядом пока все мое полотно сумочки не заполнится цельными квадратами закончила я делать пункт 6 и при переходе к 7 пункту здесь сказано что нужно прошить боковушки тоже квадратами 6 на 6 но к сожалению боковушки и квадраты 6 на 6 просто несовместимы поэтому наверное я прошлю их просто диагональными рядами туда-сюда туда-сюда и 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 в том месте где находится на нитке иголка видите остается такая пляж поэтому далеко я иголку вот сюда не протаскиваю потому что тогда моя пляж будет где-нибудь в середине а мне это совершенно не нужно самое ужасное в этой пряже даже не то что она пылит и то что она осыпается а то что на нити в один прекрасный момент собираются вот эти вот все ворсинки когда нить проходят через отверстие это место становится очень толстым и дальше она уже не способна пройти через следующее отверстие видите что происходит это просто ужасная пряжа одну боковушку я вышила и мне остается вышить симметрично вторую боковушку точно такими же косыми рядами только противоположное направление боковушки я довышивала они симметрично и дальше мне нужно еще заполнить нитью вот эти вот места про которые вообще нет ни слова в схеме то есть здесь дальше в схеме говорится о том что нужно сшить боковушки и основные части и пришить кнопку вот то есть видимо догадаетесь сами как их вышивать вот в этой прямой части где у меня осталось немножко рядов я сделаю прямоугольники с наклоном нити так же как и в этих квадратах чтобы соблюдался рисунок а вот в этой части я уже сделаю ну как бы не квадраты а та фигура которая получится но наклон нити который должен был быть если бы квадрат был целый я здесь тоже постараюсь соблюсти в прямоугольниках стараюсь менять направление нити так как если бы у меня это был полноценный квадрат то есть вот в этом моменте я меняю наклон нити справа на левой и продолжаю также вышивать снова меняю наклон нити и так до конца ряда мне остается вышить вот эти неровные части в которых у меня не уместится квадрат поэтому здесь буду ушивать фигуры которые придется но также буду соблюдать наклон нити так же как я соблюдала его в прямоугольниках вот такие маленькие отверстия это самое страшное для этой пряжи потому что она может просто в них застрять вот эти ворсинки застрянут и начать плешивить поэтому я предварительно это отверстие стараюсь расширить иголкой чем длиннее нить вы берете тем больше вероятность что она запутается в узелок как у меня сейчас развязывать узелки на такой пряжи тоже сомнительное удовольствие потому что можно просто вырвать пух из нее и все тогда вам придется отрезать новую нитку меняю направление потому что у меня она меняется по рисунку я продолжаю вышивать так так это так и и и и и и одну часть сумочки я вышила целиком и вот посмотрите какие получаются у меня края то есть здесь я тоже меняю направление вот этого скоса также как и в квадратах но только делаю не целые квадраты а уже та фигура которая получается красного пуха становится все больше и больше потому что пряжа просто жутко пляшивая и вышивать ей конечно сомнительное удовольствие до вышивала я до конца и вот эти части сумочки здесь уже у меня получились не квадраты и не прямоугольники а какие-то скошенные квадраты но все равно я старалась сохранить наклон нити так же как он шел бы если бы здесь был целый квадрат мне кажется получилось довольно гармонично мне остается лишь сшить боковушки с основой ну и соответственно пришить магнитную кнопку изнанку у меня тоже плюшевая потому что я старалась делать стежки через изнанку ну как раз и для того чтобы она получилась тоже плюшевая потому что мне кажется такая сумка смотрится немного более аккуратно чем если бы я сделала в ней подкладку но и так меньше возни еще с подкладкой возиться мне уже не хочется вернемся к инструкции и здесь предлагается обшить края сумочки стебельчатым швом и сшить боковушки и основную деталь тоже стебельчатым швом ну и вот так они предлагают пришить магнитную кнопку конечно они оставили целый пластиковый ряд поэтому у них так получилось пришить магнитную кнопку но у меня так не получится потому что во-первых у меня центр сумочки приходится на середину квадратов а не на один целый квадрат то есть видно 1 2 3 1 2 3 то есть у меня посередине проходит ряд а не квадрат поэтому если я пришлю кнопку так то где-то кнопка у меня только сбоку получится я буду прошивать ее по-своему ну и возможно я тоже сошью сумку стебельчатым швом хотя эта нитка мне не кажется достаточно прочной для того чтобы использовать ее для сшивания стеночек сумки ну и ну и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И я пройдусь еще один раз в обратную сторону Пришиваю точно так же вторую боковушку тоже два раза туда и сюда После того как боковушки пришиты остается еще обработать вот этот край и вот этот край Точно так же точно таким же швом в одну сторону и во вторую для того чтобы просто край был более пушистым и нитка лучше закрывала пластик Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» А теперь в обратную сторону Обшиваю точно так же край клапана в одну сторону и в другую Сама сумка у меня почти готовая остается лишь пришить магнитную кнопку Протаскиваю нить через изнанку чтобы ее закрепить и дальше аккуратными стежками просто пришиваю эту кнопку кстати через кнопку эта пряжа тоже проходит очень плохо поэтому наверное пришивать кнопку я буду обычной ниткой нахожу середину клапана и просто пришиваю кнопку к конве не к пряже незаметными стежками стежки с лицевой стороны стараюсь спрятать в изнанке так чтобы их было не видно ну и так далее я пришиваю все четыре отверстия клатч у меня готов кнопку я пришила к сожалению у меня совершенно закончились красные нитки в доме поэтому вторую часть кнопки я пришивала уже белыми чтобы просто показать вам ручка ручка здесь золотая и если честно она ужасна здесь ужасно нисколько сама цепочка а вот эти вот карабины это просто какой-то кошмар я не могу их открыть вообще никак то есть этот карабин просто царапает ногти но вот он открывается на полтора миллиметра и если я буду пытаться вставить этот карабин в свою основу то я просто изуродую пряжу в том месте где я буду пытаться вставить эту ручку поэтому эту ручку я просто использовать не буду наверное мне это останется как клатч или как косметичка в принципе результатом я довольна не могу сказать что я получила какое-то огромное удовольствие от самого процесса потому что пряжа она очень плешивела и мне пришлось приложить очень много усилий обрезая пряжу вставляя новую нитку для того чтобы скрыть эту плешь для того чтобы мой клатч получился таким плюшевым а не лысым замерим этот клатчик примерно 12 сантиметров высота 18 с половиной сантиметров его ширина и глубина в самой широкой точке примерно 5 сантиметров но телефон туда поместится телефон карточки какая-то косметика в общем все самое нужное туда вполне уместится выгоден ли такой набор и стоит ли его вообще покупать сам набор стоит 199 рублей отдельно канву точно такой же точно такого же размера можно купить в леонардо за 91 рубль также можно посмотреть на алиэкспресс но там канва стоит от 5 долларов и она немного другого размера то есть там сумка получается больше если вы будете использовать канву с алиэкспресса пряжа я нашла похожую пряжу схожего метража и схожего веса тоже плюшевую за 140-170 рублей в магазинах к сожалению про качество ничего не могу сказать я ее не испытывала подобную цепь на алиэкспресс тоже можно купить рублей за 140 магнитная кнопка стоит 10 штук 100 рублей примерно на алиэкспресс поэтому будем считать что одна магнитная кнопка стоит 10 рублей сколько стоит две иголки я вам сказать не могу и того примерная стоимость составляющих этого набора у меня вышла на 500 рублей но смотрите если я еще раз захочу сделать сумочку пластиковый канвей я точно уже не буду использовать плюшевую пряжу потому что вышивать плюшевую пряжу это сомнительное удовольствие мне кажется лучше купить отдельно канву в том же леонардо и взять например либо обычные мулине либо какой-то полиэфирный шнур например ярн-арт макраме либо можно даже взять атласные ленты и получится результат не хуже и примерно и при этом вы не будете испытывать вот этих проблем с плюшевой пряжей которые то выдергивается пух то собирается этот пух то она проходит через дырку то не проходит через дырку мне кажется лучше использовать какие-то более простые материалы для того чтобы сделать такой кладчик поэтому могу сказать точно что больше такой набор я не буду покупать плюс у меня осталось еще половина этого мотка и если я захочу сделать вторую такую же сумочку я просто куплю себе еще одну пластиковую канву сам результат мне понравился но при этом мне пришлось немножко повозиться с ней и не скажу что мне понравился процесс создания этой сумочки также мне очень интересно ваше мнение купили бы вы такой наборчик вышиваете ли вы по пластиковой канве вообще нравятся ли вам сумочки на пластиковой канве напишите пожалуйста об этом в комментарии а если вам понравилось это видео оно оказалось для вас полезным не забудьте про свои лайки также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить следующие видео ну и до новых встреч на моем канале backyard seeds у у